Субтитры сделал DimaTorzok Ну а целиком все можете посмотреть именно в том выпуске Я понимаю у вас не так много времени, поэтому я решил разделить по интересам Сделать несколько небольших выпусков, постараюсь небольших Декабрь, месяц очень-очень-очень насыщенный Поэтому я постараюсь кратко обо всем И пойдем, сегодня будет три выпуска про каждую игрушку Первый обзор про Grocery Gang Вот эти вот новых трэш-монстриков Это от компании Moose, которая выпускала предыдущих трэш-монстриков Только теперь это новое-новое название Вот видите, написано Trash Pack from the World of Trash Pack То есть это из той же вселенной Это канон, но просто теперь это Вот эти вот Grocery Gang Да, они, не знаю, появятся в наших годинах или нет Я очень надеюсь, ведь трэш-монстрики были Но вот этих вот тоже огромное количество Там есть очень прикольные упаковки Я взял одну из таких, из небольших сетов Теперь жалею, что не взял и другие Огромное тоже количество Коллекционных, редких и так далее Все как и с трэш-монстриками Но можете посмотреть старые обзоры на трэш-монстриков Забить трэш-монстрики с Афронов в Ютубе Всего 150 в коллекции этих монстриков Новых, новых продуктов питания Испорченных, подпорченных, адских И, да, здесь у нас десяточек Восемь нам видны И две скрытые, как бы сюрпризные две Ну, давайте рассмотрим Коробка мне очень нравится Упаковка, я бы не распаковывал Она такая сочная, яркая, подарочная, клёвая Очень прикольная, с прозрачным Пусть и с прозрачной вот этой частью Как пицца сделана такая Кусок пиццы вырезанной И здесь стекающие всякие сопли тут Чего вообще прикалывает меня эта серия? Тем, что она рушит стереотипы Живую ломать шаблоны и границы всякие И это прикольно Всякие монстры, тухлая еда Это смешно и забавно И воображение дает волю фантазии И вообще, вообще такая, знаете Как это называется, протест Розовому миру Как это, блестящему игрушек Где все идеально гладенькое такое Вот, ну да, иногда дети Иногда и вот так видят этот мир Потому что действительно есть просроченные И да, им можно И испорченные продукты И не всегда из этого стоит расстраиваться Иногда это просто забавно может быть И в данном случае, вот, это монстры Понятное дело, что это несъедобные вещи Но это и при этом еда Вот, давайте посмотрим А так вот, скрываем И здесь у нас еще есть специальный Ну, не зиппер, вскрывашечка То есть, степень защиты Чтобы никто ничего не подукрал Достаем Все, больше ничего нету Только вот эти штучки внутри Я, конечно, не представляю Сколько они у нас стоят По-моему, и там это не очень дешево Я за пятерок, за пять долларов, по-моему, купил эту Ну, судя по современным тенденциям Если у нас такое появится То будет стоить около тысячи рублей Пока не наступят какие-нибудь распродажи Или поделки И вот как и у Шопкинсов Теперь здесь такие у монстриков Не большая бумажка А огромный, 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 огромный чек Из магазина тухлых продуктов Со всем списком этих новых монстров Чудиков, юдиков И внизу, конечно же, для нас Таких вот вдруг мы не догадываемся Как с этим играть Тут можно кидаться в баночки Пытаться в баночке Кстати, сет с баночками тоже тут присутствует Ну, я имею в виду вообще в этой коллекции Ещё башню можно сбивать Ещё можно щёлкать их Ну, вот как-то так они предлагают Да Начнём вот с этого малыша И это неприятный бублик Ну, а точнее, неприятный калач Ну, а точнее, неприятный брецель Вот так его и зовут Он больше, конечно, похож не на брецель А на что-то, кое-что другое Материал у них интересный у этих новых трэш-монстриков Но я расскажу о нём чуть позже Следующее это слопкорн Ну, переводится примерно как Солюнявый попкорн Или слякотный попкорн Грязный попкорн Ну, по-моему, у него всё окей У него вот обычная редкость Никакая не редкая фигурка Просто обычный такой попкорн Сделан очень клёво Резина очень-очень-очень Прямо такая резиновая в этот раз Ну и покрас очень хороший Мне кажется, что всё-таки до нас Немного другого качества покраска доходила у тех трэш-монстриков Этот чувак зовётся как В общем, это гнилые блинчики Гнилые блинчики Вот в такой расцветке Они ещё есть в классической расцветке Но эти вот почему-то фиолетовые такие Вот мы видим блинчики Что-то у них стекает сверху Типа клубничка гнилая Ну, хотя она выглядит нормально Довольно И внизу какая-то вот такая слизь Гнилые блинчики Господи, вы не поверите, что это Это вообще топчик Это замороженная курица Ну, это в красном цвете Она ещё выглядит нормально Но это, блин, курица У меня другого нет слова Это, понимаете, это блин курица С лицом на животе Это не блин-блин Это блин курица с лицом на животе Это какой-то трэш-кромешный И вот лапки, видите, нижний Вот наверху Вот это вот Это курица Курица Главное, что там есть ещё синяя курица И синяя курица, конечно, покруче Это, как это называется Перемороженная курица Или там Дохлая, тухлая тоже курица И она, кстати Кстати, сейчас посмотрим Ну, типа редкая Ну, это как бы Редкая Это следующая после обычного Там вообще Сколько? Пять категорий, да? И это Ну, то есть вторая всего лишь Так, а это Это тоже редкая штучка Это больная Какая-то правильная Больная Или какая-то неравновешенная Сальса Соус Соус Сальса Такой острый соус Мексиканский Вот он вытекает здесь Ещё из ноздри У него течёт тоже И причём Странно Это, по-моему, косяк Производства Потому что на картинке У него ничего не течёт Но так даже круче получилось Что как будто У него из ноздри Или из зубов Вот эта сальса вытекает Безумная вот такая Вот сальса Видите, какой материал Это интересно Да, кстати, внизу Кто интересовался У Трэш-Монстр Были такие дырочки И здесь у них тоже есть насадки Ну, можно Точнее, крепление Так, а вот это Друзья мои, обычное Но по всем показателям Могло быть редкое Потому что Это очень смешно И нужно, конечно, читать названия Переводить эти описания Это просто умора Потому что это не Соль и перец Это созвучно Сопли и перец Сопли и перец Они так называются Сопли и перец По-моему Соплям-то нормально В баночке А вот перцу По-моему Что-то не очень В такой компашке Но вот эта парочка Она очень меня приколола Сопли и перец Так, ну вот здесь Ничего такого особенного Просто классно сделано Все они, конечно, очень классно Сделаны для такого Небольшого формата И для того, что они Из мягкой резины Видны некоторые Косячки иногда По покраске Но они всегда были Кстати, были У Трэш-Монстриков Были похуже варианты И покраска была иногда похуже Так вот, это что? А это у нас Содовая Это у нас Ну, просто раздавленная Бутылка содовой Знаете, на которую наступили Она уже вскрылась И испортилась И она вот такая вот Содовая Которая постояла там И выдохлась Вся, в общем, отвратная Где-то там пузыри Какие-то засохли наверху Вот такая вот содовая Выражение лица Отличное Это, друзья мои Как бы вам так сказать В общем, это Шаур-Рвота Шаур-Марса Рвотой Ну, по крайней мере, так Вообще, это называется Рвота Рито Ну, типа, буррито А там Бёрп Рито Ну, в общем, это Как отрыжка Рито Ну, буррито с отрыжкой Или буррито, вызывающая отрыжку Ну, в общем, это вот такой вот Завёрнутый в лавашик Какая-то вот начинка Типа там фарш Какой-то, ну, видите Он подгонил И уже вызовет рвоту Или это, может быть, сама рвота Сама по себе Тут, может быть, и такое Это безумный мир этих монстриков А теперь вот этих чуваков новых Так, теперь секретные Секретные сюрпризные монстрики Кто там внутри Дело в том, что здесь ещё классно Что не просто спрятан Но ещё здесь есть и пластиковый Идёт контейнер Для переноски И для размещения Тут монстрика какого-нибудь Можно и вот так разместить Кого-нибудь Будет весьма классно Смотреться Но, тем не менее Давайте посмотрим Здесь всё скрыто Чтобы мы не узнали Не прощупали Никаким образом Не пронюхали Что же там внутри И вскрываю Я сейчас Надо чем-нибудь Скрыть Одну секунду Опа Скрываю И Ух, какой чувак прикольный Это вонючий холодок Вонючий холодок Он такой Похож на оперного певца Там, кстати, внутри Какая-то грязь Это забавно Посмотрите, вам видно или нет Она прямо внутри Этой штучки Ну, из-за того, что он Такой полупрозрачный Поэтому мы видим Что попало внутри Вот такой вот орущий Классно сделан рот Глаза И, кстати, посмотрю Он О, кстати, кстати Кстати, кстати А он Это специальные здания Это четвёртый По редкости Такой монстрик То есть, это есть Обычные, редкие Ультраредкие И специальные здания И лимитированная версия Лимит Это еж Вот это вот Специальные Специальные здания Вот этот Вонючий Это как это Может быть Вам заметно или нет В общем, он Сам по себе липкий Не такой прям липкий Как собачки из Аглес Пэтшоп. Я, наверное, не забуду разместить ссылочку или квадратика в описании, там в конце. Ну, или можете набрать Аглес Пэтшоп. Сафронов тоже посмотреть обзор. И я показывал, там мне попался липкий один. Вот. И он, видите, вот так вот липнет ко всему. Вот такой вот липкий. Ну, и всё собирает пыль, конечно, если она есть. Но забавно. Хорошо, что такой попался. Приятно. Собственно, для него, наверное, и сделана вот эта штуковина, чтобы он там не собирал особо грязь и пыль, и вот лежал в этой вот корзиночке. Так, ну и последняя корзиночка. Последний монстрик. Тоже здесь такая же корзиночка. И кто же здесь? Вскрываем сейчас. Оп, напряжем. Вскрываем. И кто нам попадается? Ой-ой-ой, какой! Вау! Сейчас я вам всё объясню. Это ультраредкая тыква. Ультраредкая. Это вторая, по-моему. Нет, это третья. Третья по редкости, но он мега крутой. Дело в том, что он такой ворсистый. Он не резиновый. Он твёрдый, вот этот вот персонаж. И он, если вам видно или нет, интересно, на камеру, но он весь и в ворсинках. Такие, знаете, в этих свитбоксах были такие котята различные, мягенькие. А здесь вот это вот, ну, это опять же, какая-то связана с рвотой тыква, рвота тыква, какая-то тухлая тыква. Но очень круто. Это довольно клёвый сет попался, потому что здесь разные категории. Единственные, которые мне не попались, это не попались limited edition. Но ничего страшного. Много других. Это всего лишь одна коробочка была. Если будут у нас, то я буду себе их покупать и показывать вам, что внутри. И вот эту тыкву тоже стоит поместить, чтобы она не запачкалась, не затёрлась в такую корзинку. Это классно. Ну что же, мне очень понравился этот сет, мне понравились эти новые трэш-монстрики. Я очень жду, чтобы они у нас стали появляться тоже, потому что, ну, это очень-очень-очень круто. И я надеюсь, что я буду их коллекционировать и вам рекомендую, потому что, если вам нравились те трэш-монстрики, то эти, как по мне, лучше. Они крупнее, то есть, можно, ну, как бы, ярче будут смотреться на полке, выгоднее, потому что они больше тех трэш-монстриков, вот прям, ну, большинство из них. Маленькие-то, да, не такие вот, но вот эти крупнее, поэтому детализация у них лучше из-за их формата. Интересный у них формат резины. Кстати, они все попрыгунчики. Их можно кидаться, они будут прыгать. И очень крутой материал. Это новый материал, который прыгает лучше и мнётся лучше и вообще намного лучше. То есть, здесь нет вообще твёрдых никаких частей, ну, кроме вот этих всяких редких и особенных штучек. Вообще, огонь. Вот эта серия мне очень понравилась и, ну, прям супер, прям, прям вот must-have. Если увидите её на полках в наших магазинах, берите смело, потому что очень смешно, очень качественно, классно сделано. Надеюсь, что у нас в России будут не выбраковки, не плохой покрас, а будут вот такого же качества, клёвые новые трэш-монстрики. Ну, точнее, вот эти Grocery Gang. Так, ну, всё. Вам показал это. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и там сделайте репост этой записи, чтобы не забыть про эти игрушки себе на страничку. Итак, друзья, это кадр для превью спрятал эксклюзивчики. Всем огромное спасибо, что посмотрели и поддержали этот выпуск. До новых встреч. С вами был товарищ Сафронов. Спасибо, что вы на канале и спасибо, что смотрите его. Квы клёвы. Квы клёвы.